Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Сегодня записать хотел бы видосик по формату в игре, рассказать вообще по превьюшке. Вы, наверное, уже поняли, о чем речь пойдет. Речь пойдет о ESL-очке, да? Хотелось бы рассказать вообще, что на ней творится в последнее время, рассказать немножко предыстории и вообще, чтобы вы узнали о данном формате немножко побольше. Что мы заметили в последние дни? Конечно, без X2 фондов данное мы могли бы и не заметить, но получилось то, что получилось. Мы заметили то, что на данном формате можно наформить кристаллы намного лучше, чем в любом другом формате. Как все это получилось? Вот, смотрите, я получаю за 3 сопы, получаю 100 плюс 100 кристаллов. Получилось все довольно-таки просто. Захожу я на голос к ребяткам, ребятки говорят, давайте залетим-ка на ESL-очку. Там, мол, можно на изи ставить флажки, ну, конечно, не на изи, надо просто играть командой. И можно хорошо так подзарабатывать кристаллы, что коэффициент дают хороший, X3, X4 дают спокойно. И я такой думаю, ну ладно, давай зайдем, посмотрим, что там, коли они не шутят, какой там у нас фарм вообще, что, почем, как. Я ничего не знал. И тут захожу и вправду за где-то 200 опыта мне дают по 800, по 1000 кристаллов. Я такой думаю, нифига себе, это беспоремки, по 1000 кристаллов. Я думаю, ну, вообще отлично. Давай-ка попробуем пофармить подольше. Ну, вся суть в том, что играем-то мы за ту сторону, которая тянет флажки у нас. А спросите вы, почему играем за тех, кто тянет, а не за тех, кто дефит. Ответ, в принципе, прост. Играя за атаку, ты, получается, набираешь не так много опыта. Почему набирается не так много опыта? Потому что за доставку любого флага, вот смотрите, я ставлю, мне максимум, ну вот сейчас мне полная катка, поэтому мне мало дали. А так максимум дают 20 опыта игроку за флаг. Каточка опять у нас не раскрутилась, сейчас, может быть, новенькая будет. Но не в этом суть, в принципе, я хочу просто рассказать. А катка, если будет, то будет. Максимально дают 20 опыта за доставку флага. А за эту одну доставочку можно взять спокойно в фонд 300 кристаллов. То есть 20 опыта, 300 кристаллов. Ну, ловите разницу такую огромную. Почему именно так? Почему разработчики сделали именно 20 опыта? Я не знаю, почему именно так. Ну, имеем то, что имеем. Имеем самый нагибающий формат. Ну, по кристальным размерам. Я имею в виду то, что здесь фармить можно намного больше и намного все быстрее. Безусловно, это, ну, плюс для тех игроков, которые умеют играть, умеют вытягивать катки. Если ты как бы не умеешь, ты заходишь в деф, но в дефе ты получаешь меньше. То есть, если вы знаете, что такое коэффициент, то есть это количество заработанного опыта в битве и полученного фонда в битве. То есть, если вы, например, имеете 200 опыта, получаете 800 кристаллов, то есть вы получили x4 отношения опыта к кристаллам. Ну, кто не знает, это я так рассказал. И здесь получается так, что за эту атаку коэффициент просто бешеный. От 3, где-то с половины до целых x5 можно получать спокойно при полной загруженной катке. Сегодня вот записываю видосик, что-то катки такой нету, опасные, но те ребятки, которые постоянно приходят к нам на стримы, уже все это видели и все знают, как жестко мы нагибаем и как жестко можно здесь фармить. Для статистики могу сказать одно. За час игры в формате ASL я зарабатываю 20 тысяч кристаллов. 20 тысяч кристаллов. Это, конечно, с премкой. 20 для, ну, такой вам немножко, ну, это может уже не статистика, а сравнение. В ББП-битвах, то есть в битвах без припасов, например, на том же полигоне ЦП-шки, в среднем ты будешь зарабатывать по 4 тысячи без премки кристаллов. То есть 8 тысяч ты можешь зарабатывать как бы в среднем за час. А здесь 20. 8-20. Чувствуете разницу? Огромная разница. И, блин, безусловно, этот формат, не знаю, как не сказать, что он лучше, и я не могу не сказать, что он, что он, типа, есть формат, который может быть лучше, чем этот формат. Безусловно, он не так прост по своей всей, по всему формату, по своей механике. Здесь есть много нюансов, например, если ты играешь один, у тебя может команда просто стоять, например, ловить золотые ящики, и ты не выиграешь никак бой. Ну, потому что здесь надо постоянно ставить, получается, у тех, кто дефит, у них как формат ТДМ, а у нас как формат СТФ. То есть нам надо доставлять постоянно, им надо дефить, бить нас. Поэтому, ну, такой дикий фарм я еще не видел. Эти Х2 фанды я, можно сказать, ну, блин, провожу с таким удовольствием. И на то есть очень много причин, даже можно говорить, начинать с того, что... Эй, wake up! Что... Меня там что-то щелкает, будет. Начинать можно всего, все с того, что, как бы, формат этот, как, ну, можно сказать, новый относительно. Потому что никто на нем не играет. Никто не понял, ну, по большей части, всей сути, всего нагиба, всего, чего здесь можно, блин, заработать, играя все те же ЦПшки, флажки, демки. Всем это уже, как бы, ну, по большей части, ну, мне лично это надоело. И такое открытие нового формата, который реально, реальный фармовый формат. Это просто... Для меня это очень круто. Пока он мне вообще, я думаю, в ближайшее время не надоест. Вся суть в этом формате, ну, вот сама механика мне очень радует. Радует именно тем, то, что тебе надо постоянно быть в напряге, постоянно как-то придумать, обмануть противника. То есть, вот, например, смотрите, сейчас стоит три корпуса у них на доставке, да. Мне надо как-то каким-то... Ну, это просто игрок взял, отъехал, спокойно поставил, без особого напряга. А так бывает, просто жестко дефят ребятки. Бывают такие моменты, они прямо на тебя выкатываются по четыре корпуса. И ты просто решаешь, просто блочишь. Ну, они тебя пытаются заблочить, ты объезжаешь. Ну, много скиллозависимых моментов, ну, для того игрока, который постоянно играет в всякие турниры, всякие различные форматы, это, ну, очень интересно. Так что, если вы не катали VSL-очки, могу вам с уверенностью сказать, что обязательно попробуйте данный формат. Безусловно, одному его играть очень тяжело. Сейчас я как-то минусуюсь, очень печальненько меня схавают. Ну, в принципе, и такие бывают фейлы. Поэтому пробуйте, играйте. Безусловно, данный формат надо поддерживать. Его играют очень маленькое количество игроков, а формат является самым наилучшим для заработка кристаллов. Я не побоюсь это говорить. Можете проверять, кто не верит. Проверьте, увидите, сколько можно заработать. Вот сейчас игрок наш поставил флажочек. В фонд прибавилось 200-30 кристаллов. Это еще не полная карта. 230 кристаллов. Прошу. Он получил 15 опыта. А вот, смотрите, сколько я сейчас... Я не смотрел за фонтиком, но получил 14... Где-то 14 опыта получил. А в фонд прибавилось, если я правильно видел, 200 с копейками. Короче, ну, блин, это реально, ребят, дикий фарм. Пробуйте, играйте. Обязательно понравится данный режим. Ну, блин. Если он вам не будет нравиться, то просто пишите под видосом режим говно там и все такое. Также попрошу вас написать... Ну, можете неположительный, конечно, комментарий писать. Ну, вообще, мнение ваше по данному формату, по данному ролику. Зашло, не зашло, понравилось снимать мне такого плана видео. Возможно, что-то начинать снимать в ASL-очках вообще. Что-то интересное придумать. Пишите. Также ваши комментарии будут... Среди, вернее, ваших комментариев. Я разыграю еще победителя, которому я дам золотые ящички. Так что у вас есть еще шансик неплохо так подзаработать. Но, в принципе, каточка у нас потихоньку заканчивается. И, в принципе, главное было рассказать всю суть. Если понравился видосик, то обязательно поставь лайк. Подпишись на канал, если не подписан. Если не смотришь еще стримы, то обязательно приходи на них. Всегда будет весело и интересно. Также можешь подписаться на группу ВК. Ссылочка тоже есть в описании. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok